Я рисовал для людей в 2013 году и дальше, в следующих годах, и в этом году, и меня отпиздили, чуть не выбили глаза, у меня бы сейчас могло не быть вот этого, вот этих вот глаз, видишь вот это, да? Вот этого могло бы сейчас не быть, потому что это могло бы быть выбито каблуками, знаешь, каблуки вот такие, они как раз, и надо мной смеялись парни, а девушки были солидарны с той, которая меня избивала ни за что, потому что они, за того, что я сопротивлялся, чтобы мне глаза, чтобы я не стал инвалидом, всю жизнь, они говорили, ой, ей же больно будет, если ты ее, типа, скрутишь, она была пьяная и напала на меня, ну, это Россия, безусловно, здесь царствует патриархат, пьяная девушка, нападает, пиздит художника, скрипача, и ей ничего за это нету, и все на ее стороне, и все угорают, все парни на ее стороне, этот город прекрасен. А знаешь, она могла бы взять на кухне, но единственное, за что спасибо одной девушке, которая там была, то, что она преградила ей путь на кухню, потому что она могла взять нож и просто нанести мне сотни ударов, ей было бы похуй, и никто бы ее даже не судил, ее ей выдали условку, а потому что кто я такой? Я просто обычный русский парень, а кто она такая? Она с крашенными волосами, какая-то пьяная, прекрасная девушка, с крашеным белым цветом волосами, которая просто вышла в город, чтобы заниматься сексом беспорядочным, у нее нету никаких принципов, ничего, еще она спиздила телефон у другой девушки, у работницы, и я считаю себя виноватым, потому что я расписывал, как художник, расписывал стену для договоренности с Вадимом, и из-за этого она напала на меня, потому что была пятница, она была бухая, художника может обидеть каждый, точнее художнику могут выбить глаза и решить сделать его безглазым в этом прекрасном моем городе, каждая прекрасная девушка, ей ничего не будет, и ее парень смеялся над моей верой в Бога, когда я просил Богов, чтобы они, ну, просто негромко, когда я рисовал, я негромко просил Богов, молился, чтобы они помогли мне сделать рисунок шедевром, имею ли я на это право, нет, и на меня напало сразу, ну, видимо, Боги не любят, когда ты, причем я рисовал не за деньги, а бесплатно, за свои средства, как я рисую с 17 лет для своего города, и все, что я получил, это пиздюлей, унижение, оскорбление, уничтожило, Федорова в 2013 году уничтожило мои рисунки, моих детей, мои рисунки для города бесплатно, и у нее в голову не могло, ни у кого из этих, кто на меня нападал за всю жизнь, не может в голову мститься, что я за свои средства просто так рисую бесплатно для города, для людей, пейзажи мелками, и, в общем, теперь я живу на таблетках, но у меня их нет, они у меня закончились, потому что у меня нет денег, на работу меня нигде не берут, я устраиваю, пытаюсь, и нигде я здесь не нужен, я хожу в разные инстанции, и нигде не нужны мои мастер-классы для детей, которые делают из отморозков творческих личностей, когда я рисовал на краю города, там подходили ко мне отморозки, они впервые видели, как человек рисует с таким энтузиазмом, молча, и я просто молчал, я ничего не говорил, один из них плюнул в мой рисунок, другой сказал, подбери, видишь, человек рисует, никогда у него в голове такого хода мысли не было, а теперь появилось, благодаря мне, мне говорили дети, что из окраины города, где я рисовал, что они решили стать художниками, пойдут в художку, хотя родители их до этого заставляли из-под палки, знаешь, какие у них родители быдло, скорее всего, которые никогда в художку бы сами не пошли, вот поэтому они их и заставляли, а они увидели, как я молча, с сильным энтузиазмом рисую на плитках бетонных, своими мелками, разобрали мои мелки, рисовали рядом, повторяя все движения за мной, а потом ушли, сказали только, одна только признала, ну там, некоторые признавались, что решили стать, я вдохновил стать художниками, художниками, я нарцисс, да, скажешь, я себя считаю там главным каким-то особенным, да, скажешь, ну давай, говори, напиши в комментариях, только вот я считаю себя дерьмом и тенью, никто со мной не дружит здесь, я подхожу, знакомлюсь, и не было еще ни одного исключения, чтобы хоть кто-то стал моим другом, пишу на стене, в каком аутсайдер арт, художник, одиноком мне, ищу друзей, пожалуйста, помогите, и ни разу, ни одна живая душа не откликнулась, как будто бы здесь нету, как будто, знаешь, мертвые души, или, может, я сам виноват в этом, может, я сам мертвый, все.